Продолжаем решать примеры из сборника задач для поступающих вов Тузы под редакцией с Канави. Сегодня мы будем решать пример 1.0.0.3. Первым, что нам нужно сделать, это установить порядок действий. Здесь у нас указано, то есть первым действием мы делаем деление в скобках. 0.5 разделить на 1.25, плюс второе действие 7.5 разделить на 1.4. Дальше третье действие мы это дело складываем. И четвертое действие из результата вычитаем 3.11. Пятое действие, соответственно, то, что получится вот в этих скобках, умножаем на 3. Шестое, седьмое действие понятно. Переходим к первому действию. Первое действие это 0.5 разделить на 1.25. Преобразуем для удобства вид обыкновенной дроби. В обыкновенной дроби преобразуем 0.5 и 1.25. Это у нас получится 1.2. 0.5 это 1.2. 1.25 это 1.1.4. Соответственно, 1.4. 1 умножить на 4 плюс 1 это получается 5.4. Следовательно, у нас получается 1.2 разделить на 5.4. При делении по свойству дробей делитель мы переворачиваем. Поэтому получается 1 умножить на 4, 2 умножить на 5. 2 и 4 можно сократить на 2. Получится 1 умножить на 2. В числителе, в знаменателе 1 умножить на 5. Итого мы имеем 2.5. Переходим ко второму действию. Второе действие это у нас 7.5 разделить на 1.4. 1.4 нужно преобразовать в неправильную дробь. Для этого умножим 1 на 7. Получается 7 плюс 4.11. Итого получится результат 7.5 разделить на 11.7. Тут первый подвох. Можно поторопиться сократить эти числа и получить 11.5. Это неправильно. 11.7 мы переворачиваем. То есть это у нас получается по свойству дробей 7 умножить на 7. В числителе, в знаменателе 5 умножить на 11. Так как сократить ни там, ни там, нигде ничего нельзя. В итоге у нас получается 49.55. Переходим к третьему действию. Это сложение, соответственно, результата первого действия и второго действия. Получается 2.5 плюс 49.55. Нам нужно привести всё это к одному знаменателю. И общий знаменатель у нас будет 55. То есть, как видим, 55 можно разделить на 5. Получится 11. Итого. 11 умножить на 2. Получается 22 плюс 49.55. 71.55. Сократить здесь ничего нельзя, так как 71 ни на что не делится, кроме как на себя и на единицу. Так же, как 55 только на 5 и на 11. Соответственно, переходим к четвёртому действию. Это из результата вычисления третьего действия. Мы вычитаем 3 одиннадцатых. Приводим дроби к общему знаменателю. Общий знаменатель у нас 55. Значит, 55 разделить на 11 получается 5. 5 умножить на 3 – 15. Итогу 71 минус 15 разделить на 55. 71 минус 15 получается 56. 56 на 55 не делится. Значит, остаётся так вот. Переходим к пятому действию. Соответственно, 56,55 умножить на 3. Сократить, опять же, ничего нельзя. Поэтому просто умножаем 56 на 3. Получаем 168,55. Переходим в знаменатель. Здесь у нас шестое действие. Полтора плюс 1,4. Полтора переводим в обыкновенную дробь. Это получается 1,12 плюс 1,4. 1,12 переводим в неправильную дробь. Получается 3,2 плюс 1,4. Приводим всё дело к общему знаменателю. Общий знаменатель у нас будет 4. 4 разделить на 2, получается 2. 2 умножить на 3,6. Итого, 6 плюс 1, получается 7 четвёртых. Седьмое действие. 7 четвёртых разделить на 18,1 треть. 18,1 треть переводим в неправильную дробь. 18 умножить на 3 будет 54, плюс 1 будет 55. Получается 7 четвёртых разделить на 55,3. Сократить здесь ничего нельзя. Переворачиваем дробь 55,3. Получается 7 умножить на 3. В знаменателе 4 умножить на 55. Итого 21,2. Сократить, опять же, ничего нельзя. Оставляем как есть. Восьмое действие. Результат пятого действия итогового. То есть, то, чем у нас является... Ну, разделим числитель на знаменатель. Вот оно, восьмое действие. Получается 168 разделить на 21, 168,55 разделить на 21,220. 21,220 переворачиваем. И получается вот такая вот дробь. Получается вот такая вот дробь. 168 разделить на 21 получается 8. То есть, здесь у нас единица. Здесь у нас остаётся 8. 220 разделить на 55. Здесь получается 4. И здесь остаётся единица. 8 умножить на 4. 8 и 4, 32. Итого у нас получается 32 в ответе. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.